В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа, в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во всероссийском историческом диктанте победы приняли участие более 15 тысяч человек. Повод для того, чтобы где-то взять литературу историческую, пересмотреть и обновить знания. В РКБ закрывается отделение для лечения больных коронавирусом. Мы постарались быть максимально полезными не только для наших жителей, но и для всех жителей Московской области. Игроки мотобольной команды «Металлург» готовятся к Кубку России. Я думаю, на 90% мы готовы. Знать, чтобы помнить, под таким девизом прошел всероссийский исторический диктант победы. Собравший на разных площадках Московской области более 15 тысяч человек. Проверили свои знания также глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и его заместители. Подробности в нашем следующем сюжете. В день проведения диктанта победы на площадке сдачи экзамен запрещается. Пользоваться средствами связи, электронной вычислительной техники, фото, аудио, видеоаппаратуры. Тут все как на настоящем школьном экзамене. Списать или подглядеть у соседа по парте не получится. Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант победы» прошел в 85 регионах России. К акции также присоединились 75 иностранных государств. На территории Ленинского городского округа 22 площадки на базе школ и также еще одна площадка на базе воинской части. Акция организована партией «Единая Россия». Помнить прошлое нашей страны, вспоминать о том, как наши деды добивались победы, это достаточно серьезно и важно. Чувство патриотизма, оно должно расти и развиваться в наших детях. Сюда, в Витновскую школу номер 11, проверить свои знания пришел и глава муниципалитета Алексей Спасский, а также его заместители и начальники управлений. Рядом за соседними партами писали диктант победы учителя и ученики школы. Участники должны были успеть ответить на все вопросы за 45 минут. С заданиями глава справился быстрее всех, хоть и отметил, что вопросы этого года были более сложные и фундаментальные, чем в предыдущем. Я считаю, что это важнейшая патриотическая акция, которую, конечно же, нужно не просто развивать поддержку, а нужно участвовать, принимать участие и не стыдиться этого. Это повод для того, чтобы где-то взять литературу историческую, пересмотреть и обновить знания. Другие участники также отметили, что задания этого года заставили их попотеть. Я понимаю, что мне нужно пробелы заполнять знаниями. Есть пробелы, к сожалению. Были вопросы, связанные с боями в районе Москвы и Подмосковья. И я плохо знаю эту тему. Всего в диктанте «Победы» по Московской области приняли участие более 15 тысяч человек. Результаты можно будет узнать на сайте «Диктант Победы РФ» в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно.ТВ. Видновская районная клиническая больница возвращается к традиционной системе обслуживания населения. После четырех месяцев работы с больными ковидом-19, медицинское учреждение готовится принимать пациентов в привычном режиме. Что удалось врачам сделать за время пандемии? И когда ВРКБ снова станет обычной больницей, расскажет Юлия Пагасьян. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в подмосковном регионе руководство Видновской районной клинической больницы было вынуждено перепрофилировать медицинское учреждение под лечение пациентов с ковид-19. В начале мая в стационаре началась реорганизация. Организовали отдельный въезд и выезд, не пересекающийся с перинатальным центром. Приемное отделение перенесли в главный вход. Здание разделили на зоны. Установили дополнительные дезинфицирующие фильтры на канализацию. Мы постарались быть максимально полезными не только для наших жителей, но и для всех жителей Московской области. И поэтому его перепрофилировали не только по лечению ковида на пневмонии, но еще и по нескольким другим профилям. Такими как это хирургия чистая, гнойная, травматология, лор, кардиология и неврология инсульта. То есть достаточно многопрофильный ковидный стационар. Одним из таких ковидных пациентов, которому понадобилась помощь врачей-травматологов, стал Алексей Голованов. В результате растяжения связок на ноге у него начался некроз кожи. После путешествий по нескольким областным больницам он в тяжелом состоянии попал в видное. Врачи все, я думаю, делали грамотно, профессионально. Потому что, насколько я понимал, то, что у меня раньше были, я мог бы остаться просто без ноги. Здесь с первого же дня начали работать со мной. Ну, как с первого, я вечером поступил, а на следующий день меня отправили на операцию. То есть очень оперативно все сделали. За четыре месяца работы в РКБ с ковидными пациентами через медицинское учреждение прошло около трех тысяч больных. Из них порядка 500 – это жители Ленинского городского округа. По областным показателям, Виновская больница стала одной из лучших по лечению коронавируса в регионе. Все очень хорошо, досконально обследовали. Медсёстры тоже замечательно, очень хорошо относятся к персоналу. Доброжелательные, приветливые. Кормят хорошо. Сейчас в РКБ постепенно перепрофилируется обратно под привычный режим работы. Прием новых ковид-пациентов закрыт. Имеющихся долечивают и выписывают. Персонал отправляют в карантинный отпуск на две недели. После того, как больница опустеет, здесь начнется дезинфекция. Будут обрабатываться все поверхности, даже труднодоступные, аэраторами и излучателями. Вплоть до того, что будут обрабатываться еще и все шахты, вентиляционные шахты. Это уже, как говорится, силами. То есть, каждый сантиметр, каждый миллиметр будет обработан и не по одному разу. Потом берутся смывы, маски тоже неоднократно. И если там все чисто, значит, тогда мы приступаем работать. В больнице ушли от использования всего многоразового. Посуда пластиковая, она утилизируется. Посильное белье в аренде у организации, которое, исходя из требований Санпина, его стирает и дезинфицирует. Матрасы обрабатываются в сухожарах. Ориентировочное ВРКБ будет готово принять пациентов в 20-х числах сентября. Стоит учесть, что меняются правила госпитализации. Для плановых операций обязательно наличие отрицательного теста на ковид. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская. Видно этого. 8 сентября на стадионе «Металлург» стартуют игры в рамках Кубка России по мотоболу. В отличие от прошлых поединков, проводимых на стадионе, в этот раз зрители смогут посмотреть на игру видновского «Металлурга» и их соперников. Насколько готовы наши спортсмены к этому боевому испытанию, узнал Максим Козлов. О насыщенном календаре мотобольных соревнований прошлых лет сейчас можно только вспоминать. Пандемия внесла серьезные поправки и в расписание мотобольных баталий. В рамках чемпионата России удалось провести только одну игру, остальные отложены на неопределенное время. К сожалению, в Ставропольском крае продлили карантин, в Краснодарском продлили, в Владимирской области продлили. Им согласования не дают. Поэтому пока... То есть, де юра, а чемпионат России как бы вроде идет, но де-факто ничего не происходит. Пока, я думаю, может быть что-то изменится в сентябре, в конце сентября, в начале октября. Но есть и хорошие новости. 8 сентября стартует Кубок России по мотоболу. В связи с этим тренировки команды «Металлург» стали намного интенсивнее. Задача, кто будет давать вдруг танцев толиком, помните, да, 10-15 сантиметров, вот подножки, напротив подножки. Тогда никогда не заденьте. Соревнования пройдут с 8 по 12 сентября. Каждый день на стадионе будет проходить по 3-4 игры. Наша команда полна решимости порадовать своих болельщиков и удивить соперников. Новые наработки нарабатываем, потому что в прошлом году соперники уже знают, что мы делали. Сейчас что-то добавляем новое. Абсолютно секретно. Да. Правда, порой не всем удается полноценно потренироваться. Простояв некоторое время на воротах, Арсений Кобелев отправляется на скамейку запасных. Сегодня занятия на поле для него закончились. Травмировал ногу чуть-чуть, старая травма. Ну, до соревнований-то, до Кубка России, как? Надеюсь, заживет, все нормально будет. 11 сентября пройдут два полуфинальных матча Кубка России. А 12-го, в день города, во время финала наши спортсмены сделают все возможное, чтобы преподнести землякам очередной подарок. Мы где-то провели тренировок 28. Одна игра была с ковром, но это уже давно было. У нас много было предварительных игр между собой. Я думаю, на 90% мы готовы. Участие в Кубке России подтвердили пять команд. Помимо взрослого состава, на поле можно будет увидеть и молодежь мотобольного клуба «Металлург». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжим тему с нашим гостем, президентом клуба «Металлург» Валерием Нефантьевым. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Добрый день. Ну и начнем с традиционного вопроса. В общем, как игроки пережили период самоизоляции и в какой форме они сейчас? Ну, если так глобально подойти к этому вопросу, конечно, непросто. Потому что мы только в январе, в общем-то, начали, как у нас положено, после старого Нового года мы начинаем тренироваться. И поэтому только начали вроде входить в форму, месяц отработали. Потом началась вот эта коронавирус, пандемия, и пришлось практически на два месяца прекратить тренировочные занятия. Ну, тут, конечно, сказалось определенным образом на физической готовности игроков. Но, тем не менее, затем, когда разрешили сначала тренироваться, мы очень активно приступили к тренировочным занятиям по два раза в день. И я думаю, что вот сейчас, к началу спортивного сезона, к Кубку России, ребята подошли, я думаю, на 96% готовые для того, чтобы бороться за первое место. Кстати, о Кубке России. В участниках заявлена не только взрослая команда, но и молодежная. Кто будут соперники у ребят и почему, собственно, принято такое решение? Коллектив команды «Металлург-2» – это наш ближайший резерв. И вот в таких ответственных соревнованиях они своим составом ни разу не выступали. А здесь просто представился случай, что Кубок России будет проходить в городе Винном. Не надо никуда выезжать, не надо тратить большие средства для того, чтобы поехать куда-то. И поэтому дома у себя решили попробовать молодежь, ближайший резерв команды «Металлург», чтобы посмотреть на них, как они будут чисто своим составом играть. Вот чисто. Никто уже помогать из наших профессоров, ни Сосницкий, ни Гусев, ни Крештопа, им помогать не будут. Поэтому будем смотреть на них, что они сами из себя представляют, чтобы, я думаю, через год, не год-то рановато, а через 2-3-4 года, чтобы они могли уже в полную силу заменить кого-нибудь из наших ведущих игроков в основной команде «Металлург». А с кем будут они играть? То есть кто будет соперник? Ну, состав тоже самый. Заявилось 5 команд с нашим. Это 4 первые команды с прошлого года, по результатам прошлого года. Чемпионат России – это Колос Ипатова, Агрокомплекс Станица-Керпийский, Краснодарский край, Ковровец, Владимирская область, «Металлург» и «Металлург-2». То есть 5 команд будет. 12-го числа, в день города, в юбилей нашего родного города, в его 55-летие, пройдет финал. Я думаю, что «Металлург», я даже не сомневаюсь, что он будет в финале, а вот «Металлург-2» может преподнести сюрприз. К сожалению, в этом году не удалось провести чемпионат Европы в Видном. Какая-то сейчас работа ведется в этом направлении? Подготовка была очень серьезная, уже начата серьезная подготовка. Было уже принято распоряжение главы, составлен план мероприятий по подготовке, назначены ответственность лица и сроки исполнения. И много надо было сделать, и уже начали делать. Но, к сожалению, вот так свершилось, что пришлось, Международная Федерация пошла к нам навстречу и не совсем отменила в городе Видное, а перенесли на 2021 год. То есть с 6 по 12 августа 2021 года должен состояться очередной чемпионат Европы в городе Видном. Так, ну будем ждать. Ну и, в общем, напоследок сейчас у вас такая возможность обратиться к нашим телезрителям и лично пригласить на будущее соревнования. Дорогие зрители, дорогие наши болельщики, большой был перерыв, большой был перерыв и нельзя было на стадион переходить. Но сейчас, опять же, разрешили, правда, не полностью стадион, но, по крайней мере, 50% мы имеем право зрителей пускать. Поэтому приходите, играть с полными трибунами, когда вы болеете за ребят, конечно, гораздо приятнее. Поэтому вас очень ждем. 8-го, 9-го, 10-го отборочный этап, 11-го, два полуфинала и 12-го в 15 часов финал Кубка России. Спасибо большое, Валерий Георгиевич. А я напоминаю, что мы беседовали с президентом спортивного клуба «Металлург» Валерием Нифантьевым. И к другим новостям. В рамках антинаркотического месячника в Московской области для старшеклассников Видновской гимназии провели тематическую лекцию, где рассказали о вреде и последствиях употребления наркотиков. На мероприятии побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Ученики 10-го и 11-го классов Видновской гимназии собрались в актовом зале, чтобы прослушать антинаркотическую лекцию. Первым взял слово представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе Олег Мурашов. Он рассказал старшеклассникам о видах наркотиков, признаках и последствиях их употребления. В таких классных часах принимают участие сотрудники наркоконтроля, которые могут из собственного опыта рассказать об этой проблеме. Потому что они сталкиваются с ней ежедневно, это их работа. Проблема наркомании – одна из самых острых в нашей стране. По статистике, 18 миллионов россиян хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. А средний возраст регулярно употребляющих снижается с каждым годом. Управление по контролю за оборотом наркотиков в Ленинском городском округе ведет большую антинаркотическую пропаганду, проводя подобные встречи. Я считаю, что такие лекции именно в таком формате, когда идет вопрос-ответ, более информативны и более понятны ребятам. Ребятам рассказали об уголовной ответственности за хранение и распространение запрещенных веществ. Также объяснили причины, по которым школьники пробуют наркотики. И хотя озвученные факты во многом были известны гимназистам, ребята внимательно выслушали лекцию и вынесли для себя полезную информацию. Для меня лично было не новое, потому что наркотики это опасно, и что это неправильно как минимум, и что связываться с оборонами как-то тоже не нужно. Я думаю, что на самом деле информация действительно очень актуальная, потому что, как уже было сказано ранее, возраст людей, которые употребляют наркотики, он резко сейчас снизился. И начинается он от 14 и заканчивается 25 годами. Вот, то есть, думаю, что более чем актуально. Довольно часто проводятся подобные лекции, и для, может быть, классов, которые младше, для них это, может быть, было полезно. Но я все это мне известно дам. В ближайшее время антинаркотические лекции пройдут и в других учебных заведениях муниципалитета. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!